Не можно это? Посмотрю. Нет. Почему бы тебе не взять что-то особенное для дедушки? Персиковый торт. Цена 28,90. Всего ко плате 46,90. Извините, а можно вернуть торт? Да, конечно. Но я хочу торт, пожалуйста. И я хочу попросить еще кое о чем. В следующий раз, хорошо? Когда мы сможем себе это позволить? Но в прошлый раз ты так же говорила. Они хотят этот торт? Тогда я его покупаю. Эй, подожди. Привет, это для тебя. О нет, мы не можем это принять. Ну, я прошу вас. У вас нет причины покупать нам этот торт. Ну, когда мне было семь, моя мама хотела купить мне торт. Мама, я хочу этот торт. Но подсчитав деньги, маме не хватало за него заплатить. Может, купим что-нибудь другое? Ну, сегодня у меня день рождения. Я могу выбрать для себя собственный торт? Извини. Потом, мужчина, которого я никогда не видел раньше. Возьми этот торт. С днем рождения. Я даже не знал его имени. У меня никогда не было возможности отблагодарить его. Но я никогда о нем не забывал. Человек из очереди. Спасибо. Спасибо вам. А можно узнать ваш номер телефона? Позвольте нам вернуть ваши деньги, когда у нас будет возможность. Пообещай мне что-то, хорошо? Когда-то, когда у тебя будет возможность кому-то помочь, ты это сделаешь? А можно узнать, как вас зовут, мистер? Ну, я человек из очереди. Дедушка, я выбрал для тебя этот торт на день рождения. О, это мой любимый. Спасибо. Пошли найдем несколько свечей. Ох, осторожно, детки. Тебе не следовало бы тратить столько денег. Ну, вообще-то, добрый человек заплатил за него. И дал мне эту записку. Пожалуйста, напишите нам адрес. Я принесу вам все деньги позже. В записке. Простой акт заботы создает бесконечную цепочку. И это возвращается к тебе. Спасибо. Перевод социальное партнерство Субтитры подогнал «Симон»